Наир, поздравляю с возобновлением чемпионата. Мать получился сумасшедшим. Как эмоции? Эмоции двоякие на самом деле. Мы второй год подряд начинаем сезон с ничьей. Я очень надеюсь, что в следующую игру, которая будет с Уралом, мы одержим уверенную победу. Мы опять же играем дома при своих трибунах. Хотелось бы поблагодарить сегодня болельщиков. Атмосфера действительно была огненной. И благодаря болельщикам во многом мы смогли вытащить этот матч. Заработать хотя бы какие-то очки. Но в качестве игры оставлял желать лучшего. Раз уж ты сказал про матч с Уралом, насколько тяжело физически будет играть через два дня на третий? Вот для того, чтобы нам не было тяжело, мы работаем на сборах. Работаем очень усердно. Тренерский штаб, опять же, вторые сборы подряд давал сумасшедшие нагрузки. Я думаю, что с Уралом мы будем готовы на 100%. А сегодня, как ты считаешь, физики хватило вообще команде? Я думаю, что сегодня дело было не в физических кондициях, а скорее в качестве. В качестве каждого из нас много было простых потерь. И это повлияло на исход игры и на те же физические кондиции. Потому что, когда ты теряешь простые мячи, ты тратишь лишние силы для того, чтобы этот мяч забрать. В втором тайме было очень много хороших моментов. Как считаешь, чего не хватило для реализации? Хладнокровие. И все. Расскажи про празднование своего гола. Очень эмоционально получилось. Я каждый свой гол праздную как последний, потому что футбол – это для меня не просто хобби, увлечение или род деятельности. Это моя жизнь. Футбол для меня значит очень много. И я каждый гол праздную так, как будто он последний. Потому что я благодарен Богу, благодарен своей работе за то, что могу испытывать эти эмоции. Они ничем не сравнятся. Ты забил в третьем матче подряд. А последний раз защитнику такое удавалось аж 11 лет назад. Как это такое достижение? Если мы выиграли, я бы не забил, я бы был больше рад.